Всем привет! Очень классно видеть вас здесь, всех вас сегодня в этом зале. Я хотел бы кратко рассказать про себя вначале и потом про что мы поговорим. Два факта про меня. Первое, это то, что действительно я давно занимаюсь Android-разработкой. С 2010 года. И за это время я сделал большое количество проектов. Самый, наверное, такой большой, про который стоит рассказать, это проект StartFX, который мы сделали достаточно небольшой командой Digital. Это проект европейского, мирового уровня, очень популярная платформа для Forex. Называется StartFX. Мы сделали мобильную версию. И второй факт про меня, это то, что я в 2011 году основал комьюнити Google Developer Group. Тогда оно еще называлось Google Technology User Group. И вам, наверное, многим интересно, как такие конференции делаются в Омске. Как это вообще возможно, какие были шаги. Я хотел бы сказать, что все начиналось с небольшой группы увлеченных людей. То есть у нас на первый ивент пришло порядка 10 человек во второй день. И вот с таких масштабов у нас комьюнити доросло до таких чисто на нашем энтузиазме. И сегодня все, и до сих пор это чистый энтузиазм нашей архивы. Что, плохо? Окей. А поговорить? Хотелось бы сегодня про Android, про те самые крутые вещи, которые произошли за последний год. Что нужно понимать сегодня. И чтобы, то есть мы будем говорить про достаточно хардкорные вещи такие. И то, что важно понимать, если вы хотите заработать деньги на Android. Но так как у нас аудитория сегодня не все Android-разработчики, то я постараюсь рассказывать достаточно на понятном языке, чтобы было всем понятно, даже тот, кто не является разработчиком. Я думаю, такие тоже сегодня есть. Кстати, вот сколько из вас занимается разработкой под Android профессионально? Можете поднять рейтинг? Кто из вас сейчас учится в университете? Много студентов. А кто из вас вообще имеет какое-то отношение к мобильной разработке? Неважно, Android, iPhone, может быть, дизайнер мобильный, что-то еще? Где-то примерно на каждый вопрос по третий зал. Это поможет мне дальше в докладе. Но сначала я хотел бы рассказать вам одну историю, которая на самом деле имеет огромное значение. Когда-то, мне она просто очень нравится, я хотел бы, чтобы все присутствующие ее тоже знали, и, наверное, рассказали другим. Когда-то ученые задались таким вопросом, насколько эффективны различные живые существа в преодолении одного километра, сколько они энергии тратят на эту операцию. Они измерили самые разные живые существа, и в том числе человека. И кота тоже измерили примерно такого. Как вы думаете, на ком месте оказался человек? Кто думает, что ближе к началу? Так, человек 10. Кто думает, что ближе к концу? Кто думает, что в середине? Энергии чисто своей, конечно. Ладно, мы сейчас уйдем куда-то в сторону. На самом деле, человек занял предпоследнее место с конца в том исследовании, и коту он очень сильно проиграл. Да. Исследования журнала American Scientific. Я думаю, измеряли количество энергии, затраченное при длении километра, пешком человека. В калориях, наверное, Непонятно тогда, как люди обгоняют лошадей на длинные дистанции. Так, где вопрос и скорости, и эффективности? Лошадь в пене, а человек дальше. Так, они на самом деле пошли дальше и догадались измерить эффективность человека, когда он преодолевает ту же дистанцию на велосипеде. При этом после этих измерений человек обошел всех, причем с огромной форой. Это очень показательно, на мой взгляд. То есть, люди тем и сильнее тем, что не могут использовать инструменты, что-то создавать для того, чтобы быть эффективней. К чему это вообще имеет отношение к нашему сегодняшнему докладу? В программировании все то же самое. Мы часто спорим, холиварим на тему, какой язык лучше, Java или Ruby, или что-то еще. На самом деле, все программы могут быть написаны на ассемблере в конечном счете, поэтому получается, в этом смысле ассемблер самый лучший. Но с точки зрения эффективности вы в каждой ситуации можете выбрать какой-то наиболее подходящий язык. И мы как раз сегодня будем говорить про эффективность, про эффективность Android разработки. То есть, если мы посмотрим на уровень экспертов, вот на этой, назовем так, диаграммке изображена эффективность экспертов в 2008, 2010 и 2012 годах. Видим, что она растет. Причем понятно, что Android развивается как бы экспоненциально, поэтому она растет тоже экспоненциально. Вот до 2012 года была примерно такая аппроксимация. Сейчас мы будем говорить про то, что произошло в 2013 году. И на основе этого в конце сделаем выводы, как это выглядит картина сейчас и что вам сегодня нужно понимать для того, чтобы делать хороший проект, для того, чтобы быть востребованным. Первое, что произошло в этом году, очень много новостей из Mountain View, где находится главный офис угла, где сидит команда разработки под Android, корневая. Очень много новостей. Кто из вас знает вот все вот эти вещи, которые вышли за последний год? Кто и Android разработчик? Кто конкретно их использовал уже? Все. Все. Один человек. Я не буду рассказывать про них, потому что это вы все на самом деле можете прочитать в открытых ресурсах, в документации. Я расскажу кратко про некоторые основные моменты. Например, был вопрос, что лучше Eclipse или не Eclipse. Сейчас этот вопрос достаточно острый, многие им задаются, что сейчас выбрать, Eclipse, IntelliJID или Android Studio. Я хочу сказать, что Eclipse, он действительно сейчас самый популярный, но за ним нет будущего сейчас. То есть, если вы сейчас хотите начать заниматься разработкой под Android, вы студент, например, и вы изучаете Eclipse, вы, когда это закончите делать, ваша конкурентоспособность будет близка к нулю, потому что так и есть. Сейчас два инструмента, которые будут в дальнейшем доминировать, это Intel JID и Android Studio. Оба классные, оба похожи. В чем разница, что выбрать? Ответ очень простой, и сам JetBrains это говорит, или Google. Если вы занимаетесь чисто Android разработкой, то лучше выбрать Android Studio, она содержит больше фишек. Если вы пишете еще на каких-то других языках или делаете бэкэнд тут же для приложения, лучше выбрать IntelliJID, потому что она многоязыковая идея. Вот такой совет. также сейчас очень важная вещь, которая появилась, это новая система сборки. Если вы считаете, что это не надо сейчас изучать, то вы тоже очень сильно отстаете. Почему? Потому что новая система сборки это то, что действительно меняет Android разработку. С ее помощью можно вот так в эти строчки делать то, что мы раньше делали, 20 нажатий мышкой и в общем 10 минут работы. Сейчас это просто 5 строчек. Это очень быстро и очень эффективно. Также мы можем все автоматизировать. Фактически на языке подобном Python пишем какие-то различные вещи в Gradle и мы можем просто автоматизировать большое количество разных моментов. Это очень эффективно. Также Gradle с собой приносит те вещи, которых раньше принципиально не было. Например, flavor. То есть раньше, допустим, вы делаете какую-то... Допустим, я на своем примере приведу. Я решил сделать приложение, чтобы показать вам на примере то, о чем я сегодня рассказываю. Сделать приложение, которое мониторит активность людей по хэштегам и показывает как бы... Сейчас покажу, как это выглядит. Приложение называется Twitter Champions и оно показывает, кто самый активный по хэштегу Defense Oms. Вот вы видите, что я сейчас самый активный у меня 28. У меня много ретвитов. Я знал. Теперь знаете вы. То есть хэштеги Defense Oms, два хэштега разделены, но все знают уже. Вот здесь оно показывает прямо вот онлайн. Причем Twitter не предоставляет такого функционала. Я это не продаю приложение, я просто показываю... Я его сделал для демонстрации тех вещей, которых я сегодня буду рассказывать. То есть вы потом на GitHub можете пойти и посмотреть те вещи, которые я рассказываю, там все реализованы. Это не просто теория, а еще все наглядно и все рядом. Представьте, что в моей ситуации я делаю приложение и я понимаю, что классно я сделал для DiffFest. В Абонске проходит много других конференций. И вот есть конференция другая классная HappyDev. Для нее бы тоже хорошо такое сделать, но приложение должно немножко отличаться. Вот чтобы сделать немножко отличающееся приложение раньше в Android, это было очень сложно, это нужно было в GTE мержить бранчи, это просто невыносимо, это в итоге все не работает. Сейчас сделали флевер, то есть объявляете различные флеверы, например, DiffFest и HappyDev и какие-то еще конференции. И используя одну кодовую базу, делаете два разных приложения с небольшими модификациями. Вы можете изменять исходные файлы, переключать в зависимости от флевера ресурсы и так далее. То есть Gradle добавляет в Java то, что в принципе ей не присуще. В Objective-C тоже есть такое в iOS, но там это делается за счет макросов. В Java нету макросов, но Gradle добавляет тот функционал, которого как бы нет в самом языке и без него это сделать в принципе нереально. Также я хотел рассказать про Fused Locations и Activity Recognition. Это две новые фишки, как бы примеры, когда они могут понадобиться. Например, что дает Fused Locations? Это не только упрощение IP, но и она приносит с собой то, что, например, находясь в здании, ваша локация может быть точно определена. Простой пример, когда это может действительно сработать. Например, когда вы делаете приложение, которое связано с медициной. Например, человеку плохо стало где-то и он находится скорее всего в здании на каком-то этаже. Служба спасения должна его найти раньше, используя стандарт на Locations IP. Она бы не смогла его найти, он бы погиб. Сейчас Locations IP может сказать, на каком этаже где он находится. Это просто пример, но это действительно может многое значить для вашего приложения. То есть вы сейчас, используя эту новинку, можете сделать то приложение, которое раньше было сделать невозможно. Также еще одна фишка это Activity Recognition, то есть девайс говорит, что делает сейчас пользователь. Идет он, стоит, бежит, лежит. И это тоже имеет значение, потому что когда пользователь, например, бежит, много людей бегает по утрам. Вы можете настолько для них сделать богатый юзер-экспириенс, что они будут выбирать именно ваше приложение, а не те, которые существовали год назад. Также еще одна фишка это бета-тестинг инстеджит реллаут. Что это такое? Это возможность, отличная для разработчиков, тестировать приложение и нанимать большое количество тестировщиков, которые на самом деле не являются самыми лучшими тестировщиками. Самые лучшие тестировщики это люди, это живые пользователи. Они расскажут вам о вашем приложении много лучше и найдут намного больше багов, чем любые тестировщики. Так вот эта возможность это как раз об этом. Вы можете выкладывать свое приложение в бета-тестирование, получать реальный фидбэк как можно быстро. Вот ребята из терапевты как раз так делают. Вы можете выкладывать, когда у вас выходит новая версия приложения, вы можете выкладывать стежи троллаут, то есть только 10% пользователей, например, получат ваше приложение. Даже если вы ошиблись, только 10% увидят вашу ошибку, но вы ее быстро исправите, другие 90% ее не заметят. Вы не наняли ни одного тестировщика, но получили самое качественное тестирование. Это тоже очень классная возможность, я советую вам обязательно посмотреть на нее внимательно. Дальше вы можете сами прочитать, здесь вот есть ссылки на передовые ресурсы в интернете, которые пишут про Android. А мне в большей степени хотелось бы поговорить именно про ту магию, которая творилась в этом году за пределами Google, то есть очень много появилось различных решений именно в мире open-source и они действительно меняют Android разработки. Давайте задумаемся над одним вопросом. Если мы зайдем на GitHub, напишем там слово Android в поиске, сколько всего будет доступно, сколько всего найдется в репозитариев, как вы думаете? Второй вопрос. Сколько всего найдется в репозитариев, у которых больше тысячи звездочек, то есть которые более чем хороши? Как вы думаете? Давайте ответы. Два числа называйте. 20, 50, 2, сколько всего доступно репозит проектов, имеющих отношение к Android? 2? 5 тысяч. 80 из тысяч. Каждый для себя какое-то число представил. Давайте сейчас проверим. Прямо сейчас. 79, 79, 692, 41 тысяча на Java. Сколько вы знаете open-source проектов на Android? как вы думаете? Как вы думаете, сколько больше тысячи звездочек? 39, людей. Вот этот факт, нужно понимать эти цифры. Они имеют огромное значение. И вот этот график, он весьма интересен. То есть, мы можем видеть, насколько сейчас активно в последние годы экспоненциально развивается open-source Android. Само по себе развитие цифры, количественное, оно не всегда значит качественное. То есть, может быть, и миллион проектов, но они будут некачественные. Это еще ничего не значит. Но, тем не менее. Как раз, если говорить про вот этот год, то очень много появилось именно качественных проектов, которые просто невероятным образом расширяют возможности SDK. Кто из вас знает про проект Picasso? Кто про него знает не от меня? Отлично. Это очень круто. Кто знает про Otto? Кто знает про Retrofit? Уже меньше. Кто знает про Dagger? Вот, один человек, которому я рассказал. На самом деле, это все отличный проект. Я сейчас кратко расскажу, зачем нужен каждый. На самом деле, спрашивать, знаете или нет, кто использовал еще, наверное, спрашивает. Знать-то мало, использовать на практике. Что делает Picasso? Каждый разработчик сталкивается с той проблемой, что нужно загружать картинки. Причем, просто картинку загрузить это достаточно просто. И стандартными возможностями SDK все достаточно красиво там. Но если вам нужно загрузить картинки в листью, то вот у Android такой механизм с конвертацией в юшек в листью, что начинающему разработчику сделать это правильно, это ни у кого не получается. К сожалению, вот такой косяк SDK Android. Но вы просто берете Picasso и для вас это в любом случае одна строчка. И вы грузите картинки и ваше приложение с точки зрения пользователя работает классно. Более того, есть аналогичные проекты, но Picasso пошли дальше, они сделали очень много дополнительных фишек, которые тоже позволяют иметь максимальную эффективность, когда вы сталкиваетесь с такой задачей. Это все open source. следующий это Oto. Кто из вас пытался пользоваться браткаст-ресиверами? Посылать сообщения от сервиса до activity? Вы наверное почувствовали, что это ощущение, что вы кипятите чайник у себя в коде. Этого не должно происходить в нормальных крупных проектах, такого ощущения не должно быть. И как раз если вы используете Oto, вы полностью избавляетесь от этого. ощущение, вы пишете очень компактный и очень эффективный код. Как это работает? В одном месте просто делаете пост-то бас, в другом вы получаете этот объект. Там и там две строчки. Здесь все подробно написано, но я сейчас не буду подробно рассказывать. Следующий проект это Retrofit. Все разработчики рано или поздно сталкиваются с той ситуацией, что где-то у вас есть бэкэнд, нужно ему ходить за данными. Часто это REST. Например, это Twitter, GitHub, все нормальные сервисы это REST. В том числе они представляют свой API так. У вас есть два варианта. Первый вариант делать самим реализацию, второй вариант взять что-то готовое. Вторая ситуация это когда вы сами делаете API. То есть у вас есть два варианта. Делать какой-то свой собственный API и все идут по нему. Не все, но начинающие разработчики точно идут по ему, забредая свой велосипед и тратят на эту задачу месяц. В то время как если возьмете Retrofit для REST, вы решите эту задачу за считанные часы. Просто нужно знать, что есть этот проект, он появился в этом году. И он делает коммуникацию с REST сервисами, написание кода для этого очень компактным и очень эффективным. В примере у меня это будет, потому что Twitter я забираю у Twitter через REST. Причем у Twitter REST это сейчас вообще штука такая непростая. Они там сейчас авторизации понадобавляли. Если вы сами это будете пытаться делать, это очень сложная задача. Но вы посмотрите, как это сделано с помощью Retrofit и увидите, что там это все очень компактно и все очень понятно. Следующее это уже очень хардкорная штука. Это Dagger. То есть что это такое? Если вы хотите сделать dependency injection в своем приложении, то раньше в Android это было в принципе невозможно. Потому что был DISS, были другие решения, но все, кто пытался их сделать на Android сталкивались с тем, что очень все медленно. Приложение работает просто необразимо медленно. Пользователям это не нужно. Сейчас появился проект Dagger, который полностью приносит dependency injection в Android. Причем не только в Android, его можно использовать и в Java. Это новый framework и он очень интересен для того, чтобы знать про него. Я его использую, вообще все эти вещи, про которые я рассказываю, я использую на конкретных проектах, на практике, уже не на первом проекте, поэтому очень всем советую поизучать. Вообще, может вы заметили, но это все проекты сделала одна компания. Она называется Square. это достаточно молодой стартап в Силиконовой долине. Они придумали, что кредитки можно с них деньги снимать с помощью телефона. Специальная штучка вставляется в телефон, вы проводите кредиткой и деньги списываются. Это действительно классная идея, сейчас многие в России такую пытаются делать, несколько компаний. этим пользуются различные малые бизнесы в Америке, в Силиконовой долине. Очень много пользователей уже. И как компания достаточно интересно поступила в современном мире, как она себя пиарит, почему в этой компании хотят работать лучшие люди. Она использует очень хороший подход, мне он очень нравится, она делает, здесь написано, как компания основана на аутсорсе, мы складываем обратно в этот опенсорс. То есть разработчики этой компании, они очень много делают опенсорс, они не говорят, мы сделали код, это работает для нашего проекта, и больше нам ничего не нужно. Они все делают так, чтобы все андроид разработчики во всем мире могли использовать их проекты. Все, что я рассказал, это их проекты. На самом деле, это только пятая часть их проекта. Это отлично работает, лучшие андроид разработчики в мире хотят работать сейчас там, допустим, в гугле или в какой-то другой компании калифорнийской. Они вполне с ними борются, хотя по масштабу изначально они были не такие крупные, они просто сказали, у нас есть классные ребята, смотрите, что мы делаем, вы можете не приходить, вы можете пользоваться, и сейчас мир такой, что он открытый, все разработчики во всем мире разом узнали об этом. На самом деле, если вы хотите в Омске собрать классную команду, вы можете сделать так же, и что этому не мешает, мир точно так же открыт по все стороны. Советую посмотреть подробнее про Square, вообще чем они занимаются, у них есть блог, у них есть много докладов на различных конференциях, сейчас не знать эту компанию в мире андроид разработки, это очень проигрышная позиция. И вот здесь такой факт, как бы количественный, что четверть миллиона строчек исходного кода этой компании сделала open source. Представьте себе этот масштаб, и это 60 open source проектов. следующее, что я хотел бы рассказать, это те бесплатные открытые инструменты, которые появились в этом году. Тоже появилось несколько, и три из них очень интересные. Первый это Ganymotion. Многие из вас, наверное, особенно начинающие разработчики, сталкиваются с тем, что эмулятор, он ужасно медленный. Сейчас эта проблема полностью решена. Ребята сделали эмулятор, который быстрее, чем девайс. Он называется Ganymotion. И он полностью бесплатен. Мы можем сейчас попробовать оценить его производительность. звук тут локальный. Это эмулятор. Вы можете видеть, с какой скоростью он работает. На том эмуляторе, который делает сейчас Google, такая скорость, в принципе невозможно. Да, это правильное замечание, правильно называть это симулятором. Спасибо. на самом деле разработчику не так важна эта разница, главное, чтобы быстро работала. следующее это тест-флайт. Если вы работаете на аутсорсе, у вас есть постоянная потребность предоставлять билдер заказчикам для тестирования. Раньше нужно было слать по почте, были другие сервисы, которые хотели денег еще за это. И делали это ужасно. В этом году появился тест-флайт под Android. Он делает это очень классно, очень эффективно и бесплатно. Тоже советую иметь в виду, если у вас есть такая необходимость, вам очень понравится этот сервис. И следующее это Crashlytics. Дело в том, что понятно, что сделать идеальное приложение невозможно. Оно так или иначе обязательно будет падать на устройствах пользователей. И важно уметь получать эту информацию, где проблема у пользователя, где приложение падает, в каких условиях. Раньше это было в принципе невозможно. Но появилось такое много средств появилось, в том числе Crashlytics, которые решают эту проблему просто максимально эффективно. Вы можете видеть всю картину, как пользователь установил ваше приложение, что он с ним делал, в какой момент он упал, в какой строчке кода. В этой ситуации понять, как исправить эту проблему очень просто. Не имея этой информации, это невозможно. Потому что вы не знаете, это для вас черный ящик. Этот сервис сделает для вас эту ситуацию белым ящиком. На основе сказанного хотелось бы подвести некоторые итоги. Что сейчас важно понимать? Разводительность экспертов в 2013 году сделала огромный скачок. Здесь пропасть образуется между 2012 и 2013, потому что те все вещи, которые появились в 2013, они реально меняют Android разработку. Вот такой важный момент для студентов. Если вы читаете книжки только на русском языке, то ваша эффективность где-то на уровне 2010 года, плюс-минус. Потому что книжки на русском языке очень сильно отстают. И если вы хотите заработать на этом денег, то у вас это вряд ли получится. Это очень важно понять именно сейчас. С другой стороны, студенты, которые знают о последних вещах, они могут делать рест-сервисы, общаться с твиттером, делать dependency injection в андроиде, что угодно делать, достаточно простыми средствами, просто нужно про них знать. И эффективность сравнима с эффективностью экспертов 2012 года. В это сложно, может быть, поверить, но это реально так сейчас. С другой стороны, экспертам 2012 года, которые работают в компаниях, стоит понять, что не надо останавливаться, потому что если вы останавливаетесь, вы проигрываете. Андроид это и вообще мобайл это не та сфера, в которой можно сказать я все знаю, я не буду ничего дальше изучать. Это очень большая ошибка. Следующее это как раз вот те эксперты, которые в 2012 году сказали, что open source мы не будем туда смотреть, там ничего хорошего. Их эффективность, она где-то посередине осталась. им достаточно нереальным сделать сложные проекты, потому что в тех местах на примере того же стартефикса могу сказать, что отто сделала наш проект максимально эффективным и очень надежным. Без этого проекта наш проект бы на каком-то уровне он очень большой, он бы начал рассыпаться. Без этого open source он бы не был таким крепким и стабильным. Это как фундамент. То есть мы на основе этого фундамента построили очень высокий, очень крепкий проект. Без него это было бы сделать практически нереально. Опять же, все вопрос эффективности. Все реально, вопрос времени и денег. И компаниям на самом деле тоже стоит понимать, потому что в мире аутсорса всегда есть такая ситуация, что приходит разработчик и он пишет на Eclipse, он говорит, нам нужно переходить на идею или на Android Studio. Начальник или менеджер говорит, надо нам переходить, у нас все хорошо. Вот это, если вы говорите разработчику, который пишет сейчас на Eclipse, говорите, не надо переходить на идею, вы себя лишаете возможности заработать большие деньги, так скажем, большие деньги. И эффективность вашей команды со временем будет сильно деградировать. То есть, конечно, нужен баланс. Понятно. С другой стороны, я никому не рекомендую бросаться и брать все новое на продакшене. Это тоже может будет выстрел себе в ноги. Потому что, во-первых, брать на продакшен, то, что вы используете первый раз, это безумный риск. Поэтому, но тем не менее, ситуация выглядит именно так. И вот эти эксперты, которые полагаются только на SDK, на самом деле, сейчас им невозможно заработать на проектах большого масштаба, больших денег. нужно делать что-то большее. Никогда не нужно останавливаться, нужно все время двигаться вперед. То есть, у нас есть три категории студенты, даже две, нет, три. Студенты, эксперты и компании. И у всех похожие проблемы в данной ситуации. И как из этой ситуации выходить? Как найти интересное для всех решение? На самом деле, ответ очень прост. И весь мир, и Европа, и Америка, они живут именно по этому принципу. Они просто наверное раньше не столкнулись, никак я не знаю. Комьюнити. Как раз здесь комьюнити это то, что может помочь всем студентам узнавать не читать русские книжки с двухгодичным опозданием, а приходить на ивент и узнавать о последних вещах и понимать как использовать на практике. Для экспертов это тоже непрерывная возможность роста. Для компаний это возможность того, что сотрудники сделают свои первые ошибки не на продакшн проектах. Это тоже очень важно. Что у нас вообще происходит в Омске под Android? у нас в комьюнити много проектов было зарождено под Android. Вот здесь перечислены некоторые из них, причем не все. Они все были созданы в комьюнити, они все до сих пор активны. Например, если вы хотите погрузиться, узнать про те вещи, про которые я сегодня рассказывал, про вот эту магию, вы можете присоединиться к проекту Mblock. Мы там используем все вот эти магические вещи в этом проекте. Если вы хотите сделать стартап, который вы видели сейчас в кулуарах, не сделать, помочь, стать контрибьютором, фаундер уже есть, про диагностирование в роли терапевта, то есть помочь людям быть более здоровыми, так сказать. То вы можете присоединиться к проекту терапевта. Если вы хотите сделать проект про изучение английского языка, то это тот леонер. Если вы хотите помочь с погодными различными приложениями, то это design education. Если вы хотите сделать что-то для детей, то это mix-up. Если вы хотите сделать что-то для фанатов хоккейной команды авангард или волейбольного клуба Amichka, то это два проекта есть. My Vanguard и Fan Girls. Есть и другие проекты. Если вам не нравятся эти идеи, вы можете сделать свои. У нас уже есть куда присоединиться, и никто вам не мешает сделать свой проект. Уже реально много человек. Просто нужно в какой-то момент понять, что если я стою, то я проигрываю. И делать что-то вместе это будет выгодно и интересно для всех. И последнее. Самое главное. Сохраняйте спокойствие и получайте удовольствие. Спасибо. Алексей, большое спасибо за доклад. Теперь я знаю, как заработать много денег на Android. Вопросы? Можно чуть-чуть подробнее про dependency injection? Что именно подробнее? Ну, вообще, какие от этого плюсы и что это такое? Чем нужен dependency injection? В больших проектах у вас архитектура приложения должна быть такова, что проекция состоит из различных модулей, и вы эти модули можете динамически переключать. Это очень удобно в больших проектах. Это хорошая архитектура для больших проектов. Другой момент. Представьте, что вы хотите делать тестирование. В больших проектах вы захотите делать тестирование, потому что иначе вы не сделаете большие проекты. Представьте, что у вас в приложении используется Location IP. Как вы его замените на сервере, в котором нет андроидов, чистое Java, например, или в котором нету GPS? Как вы его замените и используете стандартные SDK? Никак. С помощью dependency ejection вы в реальном приложении используете реальный Locations IP, а в тестах используете mock. От mock нужно только то, что он возвращает какую-то локацию. Вам не важно, какая она. Вам нужно, чтобы все приложение в целом работало корректно. То есть большие проекты нереально сделать без dependency ejection. Вот там он нужен. У меня как бы три вопроса на самом деле. Первый про dependency ejection. Вы рассматривали Spring, который портировали на Android? Spring на Android это смешно. Он проигрывает по производительности Dagger просто. Не не взлетает. Не летит. Не взлетает. Мне просто было интересно. Я не Android разработчик. Второй вопрос о Draddle. Да, развивается штука. Вообще Mavin портировали на Android? Или просто ты сказал, что такая боль у Android разработчиков, что ничего не могут собрать? Я занимаюсь разработкой достаточно давно. Это было действительно так и до сих пор. Многие ее Ant и Mavin есть под Android. Ant это вообще стандартное решение. Mavin он есть как бы тоже open source сбоку допиленный. Gradle это по сути он основывается на Mavin. То есть вы любой Mavin проект в Gradle можете использовать. Gradle это настройка над Mavin по сути. Она просто добавляет туда скриптовости. Окей. Ну и третий вопрос. Я конечно использую Clips, но я не считаю лучше священной коровой какой-то. Мне как бы очень интересно еще два года назад никто вообще не говорил ничего про IntelliJ и что нужно срочно переходить. Какие преимущества IntelliJ перед Eclipse и почему нужно переходить? Ну вот у меня вопрос. Очень простой ответ. Можно долго холиварить на что лучше? На тему что лучше Eclipse или IntelliJ Idea? Ответ был в первом слайде. IntelliJ Idea позволит вам быть более эффективным. Вот и все. Почему? Потому что она заточена под Android разработку Eclipse это кроссплатформенная вообще конструктор IDE которая Google ее изначально взял для Android но она абсолютно не заточена под Android Вы когда перейдете вы это заметите Она не прекратилась да но она отстает Ну ладно все Опять же да вы можете использовать Eclipse это совершенно так весь вопрос эффективности А Android Studio она же тоже стачивается под Android и у нее ну в смысле я не знаю чем она будет лучше той же идеи и в чем ее разница с идеей У меня тоже есть Нет у меня есть ответ от JetBrains я тоже узнаю но окей давай ты Android Studio это 13 идея Community Edition с плагином от Android сделан Google все Алексей планируется корроризация в Android ID Какие? Ну вот например локализация строк сейчас в Android Studio отсутствует с руками все в Eclipse удобно в табличном виде можно все языки отредактировать на одной страничке как сказать возможно чего-то и не будет ну roadmap какой-то есть его можно почитать у Android Studio есть сайт вот здесь есть Android Tools Project там написано их как бы релиз changes и roadmap мы говорили про смотрите версию плодятся очень быстро новые появляются имеет смысл поддерживать писать свои приложения поддерживая старые версии младшие SDK 8, 9, 10 смотря где ваши пользователи где ваши пользователи хороший вопрос еще найти то есть серебряной пули нет вот точно нет есть магия но серебряной пули нет все есть а сколько по времени вопрос Android это сейчас не единственная платформа и кроме того сейчас кладятся мобильные платформы особенно для дешевых смартфонов Fox OS Ubuntu там запускается и прочее есть ли какие-то кросс платформенные решения не заточенные под один Android есть под все мобильные платформы я никогда этим не занимался но они точно есть и вообще имеет ли смысл выпускать сейчас кросс платформенные приложения или же имеет смысл заниматься чем-то одним это тоже может быть холивар опять же вопрос эффективности если вы можете сделать эффективно ваше приложение нативно для разных платформ лучше сделать так потому что кросс платформенные они ограничены и они местами очень эффективны спасибо фонгэп это на заре мобильных и титани на заре было очень хорошо когда не было такого развития open source когда не было столько новинок в самой SDK столько улучшений тогда это было хорошо вы быстро делаете под все платформы получаете пользователей сейчас это уже далеко не лучшее решение но многие мысли теми шаблонами старыми так Алексей у меня такой вопрос ты вот упомянул про разные хорошие сторонние решения про крыша литикс про какую-то еще вот штуку чтобы раскатывать бета-версии а вот почему не посоветовать использовать то же самое что уже встроено в google play альфа бета тестирование там уже есть из коробки и вообще не надо ничего придумывать но разница между ним и тест-слайдом то что тест-слайд намного эффективнее если вы хотите слать билды заказчикам через бета-тестинг ваши заказчики вас бросят очень быстро потому что они скажут я не хочу иметь столько проблем с google плюсом мне нужно там завести аккаунт возможно это все очень медленно сутки на публикацию в тест-слайде это мгновенно окей спасибо то есть использовать можно все что угодно опять же вопрос эффективности спасибо спасибо